Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. И это обзор второго тура Лиги Чемпионов FIFA 20. Поехали! Итак, стартовал второй тур с матча Реал-Мадрид против Брюги. Интересные две команды, которые борются, ну, Брюги уж точно за Лигу Европы, а вот Мадридский Реал за выход с первой строчки. Но этот матч заканчивается в ничью со счетом 0-0. Итак, следующий матч, и тут уже мы перемещаемся в Италию. Аталанта принимает Донецкий Шахтер. Команды, по сути, равны, и, по сути, одна из них должна выходить в раунд плей-офф Лиги Чемпионов вместе с Манчестером Сити. Но вот так вот уже гости начинают эту встречу. На 27-й минуте Марл замечательно обработав мяч, пробивает в ближний угол, где голкипер уже, к сожалению, мяч достать не смог. Но все-таки домашняя команда собралась с мыслями и уже во втором тайме сравнивает счет. Замечательный пушечный удар был у Аталанты, и она сравнивает счет 1-1. Замечательный удар был у Аталанты, и она сравнивает счет 1-1. Ну и вот она концовка матча, и в атаке у нас Аталанта. Замечательный навес, удар Пашалича, и это 2-1. Волевая победа, которую одерживает Аталанта над Шахтером у себя дома. Проигрывая 1-0, они собрались с мыслями и смогли ответить. Сначала на один мяч, но потом уже и выйти вперед в концовке матча. Итак, следующий матч у нас Галатасарай-ПСЖ. Тоже интересный матч, Галатасарай может дать бой Грозному клубу из Франции, который собирает просто невероятный состав для одной цели, это выиграть Лигу чемпионов. И вот так вот в концовке тайма замечательно, но все-таки с таким небольшим отскоком нас забивает ПСЖ. Эдинсон Кавани открыл счет, и это был его единственный гол в этом матче. Продолжение следует... Итак, у нас следующий матч, и это Тоттенхэм против Баварии. В реальной жизни эти две команды просто сотворили чудо футбола. Особенно гостевая команда, обыграв разгромно Тоттенхэм. Итак, вот так вот уже на 30-й минуте замечательно проходит Тиагу. В ближний угол пробивает чемпиону мира Уголью Рису, и тем самым выводя вперед Баварию. Но на этом все-таки матч у нас заканчивается. Именно с таким счетом с минимальным Бавария выигрывает Тоттенхэм. Спасибо. 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 Итак, у нас уже идет здесь следующий матч, и снова Манчестер-Сити, но против уже Динамо Загреба. Манчестер-Сити замечательно разобралась в гостях с Донецким Шахтером, и теперь уже дома принимает чуть послабее команду из Хорватии. Но не смогли они забить в первом тайме, забили за 15 минут до конца, и снова Серхио Агуэра, и снова головой. 77-я минута, аргентинец открывает счет шикарным ударом головой. Бавария, аргентинец открывает счет шикарным ударом головой. Итак, следующий матч, и это у нас Ювентус против Ливеркузинского Байера. Байер, к сожалению, но для болельщиков именно российского футбола и Локомотива, проиграл первый тур со счетом 3-2, а Ювентус его выиграл со счетом 1-0, а между этими командами счет закончился матч со счетом 0-0. И вот он наш теперь Локомотив, единственная российская команда, которая в нашем обзоре может участвовать, так как это единственная команда, которая участвует в Лиге Чемпионов, и есть на нее лицензия FIFA 20. И вот, концовка уже матча, и Федор Смолов снова забивает в Лиге Чемпионов, и теперь уже мадридскому Атлетико, который приехал в Россию, уже было такое противостояние. Но, правда, в том сезоне и в Лиге Европы, тогда Атлетико прошел московский Локомотив, но вот здесь вот замечательная атака, и Жамаледдинов отлично отдает передачу на Федора Смолова, который в нижний угол пробивает Яну Облаку. На этом матч заканчивается победой Локомотива, это уже вторая победа Железнодорожников, и снова минимальная. Итак, следующий матч, и здесь у нас Генг против Наполи. Тоже интереснейшие два клуба, которые будут бороться за все, что они могут сделать, потому что Наполи это команда, которая уже встречалась в прошлом сезоне с Ливерпулем, и также попалась в этом сезоне в одну группу. И вот так вот под деп забивает Лоренцо Инсини, и Наполи с таким счетом, с минимальным, снова выигрывает, теперь уже у Генка. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь, как вы можете уже догадываться, это снова Пражская Славия. Встречается она теперь против Дортмундской Боруссии. Действительно, бой такой прям дала Прага, с Интером особенно, сыграв с ними в ничью 1-1, и вот так вот уже на 38-й минуте с углового она забивает Дортмундской Боруссии. Это просто такое прям открытие этого сезона в Дортмундской Боруссии и прошлого была, ведь такой невероятный состав они смогли собрать. Молодняк, Марко Ройск, они готовы действительно выигрывать чемпионат Германии, но вот так вот пропускают против чешской команды. Молодняк, Марко Ройск. Ну и теперь уже матч Ливерпуля, действующего обладателя Лиги Чемпионов, который принимает Red Bull Salzburg. Ливерпуль свою первую игру проиграл в Наполе со счетом 1-0, и вот так вот на 40-й минуте гости забивают на Энфилде. Там, где поддержка невероятная, самая, мне кажется, атмосферная арена в мире, и там, где должны все-таки поддерживать болельщики как следует, и вот так вот пропускает домашняя команда. В этом же сезоне Ливерпуль нацелен еще и на чемпионство, потому что сейчас они идут без единого проигрыша, а Manchester City там уже сыграл в ничью и проиграл. Так что Ливерпуля есть все шансы выиграть чемпионат Англии, если они, конечно, в концовке тоже не сдуются. Но второй матч подряд в Лиге Чемпионов именно в нашей Ливерпуль проигрывает с минимальными счетами. Итак, та команда, от которой действительно ждут чего-то нового, давно они не выигрывали Лигу Чемпионов, это Барселона, принимает Интер. Барселона обыграла минимально Баруси Дортмунд на выезде, и вот так вот на 50-й минуте с замечательным ударом забивает Интер. Пропускает Барселона, Сэнси забивает, Терштегин, естественно, в недоумении, почему так отыграла оборона в этом моменте. Все-таки Интер тоже, можно было сказать, что проиграла, так тоже можно сказать, первый тур, сыграв в ничью с пражской Славией. Так что это действительно можно считать как поражение, потерять очки в матче с такой командой, но они реабилитировались и обыграли Барселону на выезде с минимальным счетом. Итак, матч у нас теперь Лейпциг против Леона. Это единственный матч из этой группы, так как Санкт-Петербургского «Зенита» нету в этой группе, и матч этот заканчивается со счетом 0-0. Но у нас последние два матча, это Валентия, которая принимает не менее знаменитый клуб «Аякс», который выстрелил в прошлом сезоне, который дошел до полуфинала. Ну и вот так вот замечательный заброс Гуэдиша на Гомеро, тот отдает на Родриго, и счет становится 1-0 в пользу испанской команды. И также это финальный счет этой встречи. Продолжение следует... Итак, последний матч в этом обзоре. Лиль принимает лондонская Челси. Обладатели Лиги Европы прошлого сезона против команды, которая должна была лучше себя показывать в чемпионате Франции, и этот матч заканчивается счетом 0-0. Ну а на ваших экранах, друзья, команда второго тура Лиги Чемпионов. Ну что ж, замечательно выстрелили сразу два игрока. Это Аллан из Наполи и Халланд из Рэдбуль Зальцбург. Ну а лучшим игроком все-таки второго тура был признан именно Аллан. Его оценка 8,4. Ну а на ваших экранах группы после второго тура Лиги Чемпионов. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Делайте так, чтобы кнопочка горела не красным, а серым. И ставьте на колокольчики, чтобы все-таки не пропускать наши видеоролики. Они у нас выходят часто. С вами был Андрей и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok